Ачтуальна, Болгария, от рабства или от турецкого ИГНОС освободила Россия? Гончок и Минарский, Ачтуальна.Чон, Болгария 8 марта 2020 года Вопрос от чего Болгарию освободила Россия не нов, но периодически он вновь поднимается в общественном пространстве, хотя уже довольно конкретно ответили на этот вопрос. Иван Вазов, современник тех событий, не случайно назвал первый болгарский роман по адыгам. Не под рабством, не под тиранией, не под чем-то близком по значению к угнетению, а по адыгам. Миф о рабстве спустя полвека после завоевания Константинополя, современного Стамбула, в 1453 году около 1,5 населения города составляли рабы. Однако в Османской империи статус рабства всегда имел своеобразную специфику. Представители класса рабов Османской империи, кул по-турецки, могли достичь чрезвычайно высокого социального статуса. Они становились не только стражами в гаремах, но и часто занимали высокие посты в государственной администрации. Рабы обучались в школе дворца Энберун, где воспитывались многие выдающиеся государственные деятели. Болгарские крестьяне часто без особых проблем оставляли своих хозяев и переезжали или уезжали в город, поскольку все можно было решить уплатой подъемного штрафа Чиудбазанакчиси, составлявшего примерно один золотой дукат. Миф о бесправном христианском рай нет никаких сомнений, что все оседлое христианское и мусульманское население Анадолу и Балкан, занимающиеся сельским хозяйством или торговлей, было приведено к общему знаменателю и считалось райом. Для султана было важно, чтобы в империи царил мир и спокойствие, а рай платил налоги. Право на владение имуществом и обязанность платить налоги являются одним из наиболее серьезных доказательств того, что к христианам не относились как к рабам. По словам известного турецкого государственного деятеля и бывшего великого визиря Ахмеда Вефика Паша, рай в Османской империи облагался 177 видами налога. Мусульмане, однако, платили за меньшее число налогов и меньшие суммы, например, для земельного налога скидка составляла около 10%. А благодаря налогу джизи они мусульмане приобретали возможность жить, работать и исповедовать свою религию на территории Османской империи. Тем не менее, весь рай в империи был раем. Например, христиане и мусульмане платили одинаковый десятинный налог. Вот только часть налогов вида Ресме – налог на невесту Ресме Арусане, свадебный налог Ресме Никих, налог на брачную ночь Ресме Гердик, два вида налога на свиней – Ресме Божик и Ресме Ханазир, налог на джим винограда Ресме Менгейне, налог на продажу вина Ресме Абручи, и даже налог на бочки с вином Ресме Фучу за небольшими исключениями. Например, исламизация Радоб. Власть султана демонстрировала терпимость к вероисповеданию со стороны рая. Еще до апрельского восстания у болгар были свои богатые управленцы, независимая церковь, современные школы и интеллектуалы с зарубежным образованием. По указу султана в некоторых болгарских поселениях туркам запрещалось ездить верхом, они должны были перемещаться пешком, а лошадей везти за узду. В 1839 году был издан гульчан хатишериф, а затем в 1856 году был провозглашен хатихумаюн, указ, который предоставлял и гарантировал равные гражданские права для христиан перед мусульманами в Османской империи. Указы султана должны были расчистить путь для европеизации Османской империи. А болгары, вместо того, чтобы прыгать от радости и хлопать в ладоши, решили пожертвовать собой, чтобы спровоцировать военное вмешательство России. Только для их разбушевавшегося национального самосознания порядки в феодальной Турции стали невыносимым бременем. Под Игом. Русская армия не освобождала нас от турецкого рабства, потому что его на самом деле не было. Она не отменила наш кровный налог девшей армии, потому что иначарский корпус был убит за одну ночь в 1825 году. Она не спасла нас от множества других налогов, потому что в освобожденной Болгарии они также представляли собой значительное бремя. Болгары, фактически, нуждались, прежде всего, в политической независимости, чтобы иметь возможность идентифицировать себя, определить порядок своего существования и свое будущее. Болгария получила эту свободу без русских штыков. И не случайно наша армия оказалась в Читладже перед Стамбулом всего спустя 1934 года. Что касается Турции, то она пошла по выбранному болгарами пути спустя полвека, когда произошла революция, возглавляемая Ататюрком, после которой не осталось ничего от прежней Азиатской империи. Комментарии, РП уважаемый Каминарский, а вы знаете, что помимо последних 50 лет рабства было еще 450, и что помимо Апрельского было еще 50 восстаний, что помимо Чипина в еще 100 местах была насильственная исламизация, вам не приходило в голову, что разрушению Янычарского корпуса предшествовали годы его создания? Вы вообще чью задницу лижете? Анонимен 7 вам мало тех глупостей, которыми вы занимаетесь, что вы добавляете еще? Если бы вы были хоть чуть-чуть образованнее или, по крайней мере, информированнее, вы бы знали, что иго-синонимы, гнет, ермо, рабство, угнетение, господство. Анонимен 3 будь то рабство или иго, что бы это ни было, Россия, пройдя отсюда своей завоевательной войной, заменила турецкое рабство или иго русским, как вам нравится. И об освобождении, кто бы что ни говорил, сегодня мы ждем и надеемся, что, в конце концов, как настоящие европейцы, мы освободимся от евроазиатского гнета, будь он русским или турецким, пусть мы, наконец, избавимся от иго и рабства, дай бог, мы проснемся и увидим рай. Дано автор и редактор Дагиши Батчиста Голи Мунифити Атанадолла. Алла, автор и редактор этого пасквиля, что вы скажете аналогии кровью, данным христианами в порабощенной Болгарии. Желаю, что бы у вас отобрали силы и сыновей и сделали из них иначаров, а потом отправили бы вас принимать ислам. Продажные пустозвоны, анонимен 6 хорошо, а Вазов что, единственный современник, который заслуживает, что бы его цитировали. А это разве не Вазов, любил тебя, когда была рабыня и на себе несла позорная ермо? А почему мы забыли бы тебя? Укрепи мне, Боже, руку, чтоб, когда народ, в оригинале, раб, прим.пер, восстанет. Я пошел на смерть и муку в боевом народном стане, грей ты, солнце, рабскую землю. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.